Добрый вечер, дорогие телезрители! В понедельник в 19.45 вы включаете свои телевизионные приемники и попадаете в эфир национального телевидения. Программа «Не пропусти главное», которая сегодня в понедельник... Ну, можно сказать, что ситуация, которая была связана с тем ажиотажем, которое сложилось вокруг новой системы, дифференцированного системы проезда в общественном транспорте, она немножко смягчается. Но мы бы хотели сегодня расставить все точки над «и», тем паче, что к этому приложили громадное количество усилий моих коллег, работников средств массовой информации, блогеров и прочих. И к вымечке даже отметились. И для начала давайте посмотрим небольшой информационный сюжет, который подготовили наши коллеги из службы информации. Деньги заканчиваются, счет не пополняют. А когда предъявляешь им терминал, где написано «пополнить счет», он объясняет это тем, что у него налички нет, платить не будет, повернулся и ушел. Именно водители вынуждены были выслушивать недовольство пассажиров. Так, на днях одну из пассажирок водитель не выпустил из автобуса, из-за того, что не сработал терминал. Поступали жалобы, что не пробиваются карты. И мы тоже провели работу, что если даже не пробивается карта, тогда водители не имеют права просить проезд наличным. Система безналичного расчета в общественном транспорте в Якутске была внедрена 6 лет назад. За это время она неплохо себя зарекомендовала. Следующий этап – проездные билеты с лимитом на 20, 40 и 60 поездок. Срок их действия – 60 дней. Приобретая вот эти карты, человек экономит средства. Не надо все время искать мелочь или вытаскивать кошелек, что вот чревато тем, что можно этот кошелек потерять, могут его украсть. Продажа проездных началась в конце ноября. В первые дни было куплено более 4 тысяч карт. Наибольшее количество пришлось на карты с лимитом 60 поездок. С момента их официального запуска 1 декабря приобретено более 20 тысяч проездных. Из них 80% с лимитом на 60 поездок. Исходя из графика, можно сделать вывод, что пик покупок пришелся на 1 декабря. С введением новой системы прошла ровно неделя. За это время с использованием новых проездных карт произведено уже более 160 тысяч поездок. Несмотря на это, отнюдь не все овладели новыми проездными картами. Кто-то и сейчас использует старые транспортные карты, а кто-то и вовсе предпочитает наличные. Для тех, кто постоянно ездит на двух-трех автобусах, бывают же такие, а мне она невыгодна. Я если возьму, то по 21 транспортную карту. Я даже не пользуюсь этим. Я просто ими не пользуюсь. У меня лет 15 пользуюсь этой картой и все. Новые проездные являются удобной альтернативой наличному расчету. Но если возникают проблемы с оплатой, пассажиры могут обратиться в любой офис Алмаз-Ргенбанка, работающий с физическими лицами. Клиент пишет заявление и его карта направляется на экспертизу. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. Ну и первый, конечно же, вопрос представителям города, Ирину Владимировну. Все-таки как удалось вот этих суровых мужчин, транспортников, автобусников уговорить все-таки пойти на снижение стоимости за проезд? Я считаю, что если мы оперируем основными процентами, раньше если 80% платило наличными по 20 рублей, сейчас еще покажет время, ближе к Новому году ситуация еще изменится. Уже почти половина предпочитает пользоваться безналичной формы. При безналичном стоимость снижается до 16 рублей. То есть 20-16. Вот эти вот цифры я бы хотел все-таки привести. Вот система дифференцированной оплаты. Давайте вот как все-таки, почему автобусники согласились? Ведь они раньше были очень непреклонны. Ну, во-первых, всем добрый вечер. Конечно, хотелось бы сказать, что уговаривать никого не пришлось, потому что вообще к этой системе дифференцированной оплаты, в принципе, идея была и самих же перевозчиков. В части того, что на сегодняшний день, для кого не секрет, наличка – это как раз уход, возможно, средств определенных. А в части дифференцированной, во-первых, здесь ведется четкий учет поступления денежных средств. То есть понятно, что не поступает на счет перевозчика. Второй момент, конечно, то, что на сегодняшний день у нас это удобно двум сторонам – и перевозчикам, и пассажирам. Второй момент о том, что четко знают тоже, сколько пассажиров они перевезут. Ну, и третий момент тоже очень важен. Если карта стоит 16 рублей, естественно, количество пассажиров будет больше. То есть три момента, которых основные. А потом, в принципе, нужно же понимать, что наши водители тоже достаточно знают о том, что система-то внедряется не только в Якутии, она внедрена практически по всей стране. Она очень удобна в части работы с водителем, потому что основная масса водителей – это наемные работники. И для того, чтобы вести четкий учет, конечно, очень выгодно, когда работает транспортная карта. Поэтому, честно скажу, уговаривать нам не пришлось. Перевозчики внесли, кстати, тоже эту идею. И действительно, мы рассмотрели о том, что действительно необходимость от такого внедрения на городе Якутие, наверное, имеет место. То есть идея проездных билетов, она сгенерирована, родилась в низах у самих же перевозок? Ну, я бы здесь хотела немножечко уточнить о том, что вообще, рассматривая вообще в части пассажирские перевозки, одна из задач, которая была поставлена в том числе и главой города Александром Сергеевичем, то есть, конечно, это внедрение дифференцированной системы оплаты. Почему? Ну, во-первых, еще раз говорю о том, что мы видим прозрачность. Это четко прозрачность, сколько мы переводим пассажиров. В данном случае, естественно, поступление налогов от той выручки, которую наши получают будут перевозчики. Ну и потом, в принципе, это, конечно, цивилизация. Уход от наличных денег, это, конечно, в первую очередь сокращается количество времени, то есть пассажир оплатил и сразу же выходит. Второй момент, вот такие рискания денег тоже, как бы, в принципе, способствуют, скорее всего, обслуживанию пассажиров в достаточно быстром темпе. И есть еще один такой момент, который, конечно, очень многие нас критикуют. Вот в части перевозчиков, это, конечно, что кондукторы должны быть. Вот это оборудование позволяет, конечно, при всей системе, если она будет слажена, то есть наличие автоинформаторов, видеорегистраторов и наличие непосредственно этого оборудования для отсчитывания этих денег, то есть как раз уход, наверное, все-таки вот. Хорошо. Вот вы говорите, по всей стране внедряется все больше и больше бесконтактных, безналичных способов оплаты. Как же в других городах? Ну, давайте близлежащие регионы рассмотрим. Я не говорю про Москву, где уровень жизни совсем другой, да, там стоимость поездки 50 рублей, да, никто не пикает, никто не это самое. Близлежащие регионы. Какова система оплаты, вернее, стоимость оплаты проезда в общественном транспорте? В общественном транспорте, конечно, стоимость везде разная. Если взять, допустим, близлежащие, тот же самый у нас Хабаровск, то есть там 22 рубля, Благовещенский 21, Красноярск тоже 22 рубля. При этом Красноярск тоже переходит на систему дифференцированную, они, по-моему, даже уже перешли, то есть тоже внедрение такую, они карту внедряют, то есть проездные. Ведь мы же все знаем, когда были тогда еще просто проездные билеты, это же было действительно выгодно. Это было удобно и для пассажиров, и для перевозчиков. Поэтому система именно вот таких проездных билетов, она действительно актуальна сейчас. Я хочу сказать, что стоимость проезда по всей стране достаточно выше 20 рублей практически. Тот же самый Волгоград на сегодняшний день, казалось бы, большой город-миллионник, там 28 рублей перевозка сегодня. Ну и если близлежащие наши брать районы, тот же самый Мирный и Неринги, там 25 Неринги, Мирный 27, Алдан 29. Поэтому, конечно, говорить в части того, что вообще наличка, почему 25 рублей, то есть это, конечно, обоснованный тариф, но мы сейчас понимаем, что от наличности действительно нужно переходить, потому что в части везде и вся внедряется именно оплата безналичной расчеты. Мы в магазинах сейчас все пользуемся оплатой безналичной, это тоже очень удобно. Давайте спросим у автобусников самих. Андрей Козицкий, руководитель, и товарищ Максимов. Насколько вообще ваши водители, они оценили вот на выведение? Ну, оценили уже давно, потому что мы начинали этот проект с Алмас Рогенбанком еще в 2007 году, внедряя социальную карту, очень долго этим занимались. Наконец-то в 2011 году внедрились, и последние полтора года планировали внедрить вот эту систему в более расширенную дифференцированную оплату, которая бы позволила решить вопросы все сразу. То есть здесь первый, как Ирина Владимировна отметила, доступность, это низкая стоимость. Те люди, которые постоянно пользуются транспортом, передвигаются на работу по несколько раз, домой, в детсады, школы, то есть они могут спокойно, без каких-то больших прибавок к бюджету семейного, пользоваться транспортом. Второй момент, опять же, все основывалось у нас на обследовании к перспотоку, расчетным путем. Есть люди, которые не очень много пользуются автобусами, то есть они где-то должны выбирать себе средний поездок. И есть категория, которая очень мало передвигается на автобусы, которым, в принципе, все равно, сколько платить в автобусе, 30 рублей, 40, потому что буквально там несколько раз в месяц передвигаются на автобусе. Для нас, для транспортников, здесь очень важно, чтобы пассажиропоток у нас повышался, то есть за татус доступности, также контролировались все поступления денежных средств. И еще один очень интересный момент, получается, что мы можем сегодня полностью получить информацию, на какой остановке была произведена оплата и правильно сформировать ту же маршрутную сеть и расписание движения. То есть с этого шага, связанной с оплатой проезда, много решается вопросов именно с организацией перевозок целиком. Сергей Николаевич, вот приводили пример просто, кулуарно, скажем, разговоров, что дневная выручка возросла в два раза в некоторых маршрутах. Нет, в два раза она, конечно, не возросла. Ну, скажем, полтора. И полтора тоже, то есть, ну, она 1 декабря там повысилась, конечно, процентов, может быть, на 20, но сейчас она становится свое русло, потому что и билеты проездные купили, и люди уже более-менее определились. То есть плавное повышение, которое хотели получить, порядка 6-8 процентов, как бы оно получено, ну, не более того. 6-8 процентов? Да, но это плавное то, что было запланировано с неделением дифференцированной оплаты проезда. То есть можно ли говорить, что ранее, до введения, скажем, системы дифференцированного проезда, то есть все больше в сторону безналичного, эти средства оседали, ну, скажем так, или у водителей, или каким-то образом, да? Нет, на самом деле полностью, у нас же разделено два блока, то есть мы сейчас только внедрили первый блок, это поездочные карты, дальше, то есть у нас появится новый, это северная карта, который, средний проезд будет 21 рубль, и горожане смогут ее пополнять удаленно, то есть не выходя из дома, скачав приложение, привязаться к банковской карте, то есть он паяет своих любителей, пользуется такой картой, то есть к нему удобно будет. Потом NFC технологии, то есть у нас сейчас молодежь с новыми смартфонами ходит, могут с телефона оплачивать, так что система, она будет расширяться. Да вы что, вот это вот станет тогда реальным, да? Это будет у нас, и мы надеемся, что в первом квартале мы это во втором этапе уже все запустимся. Почему именно два этапа? Во-первых, сейчас оборудование, то, которое мы выбрали и, в принципе, уже протестировали, сейчас устанавливается на седьмой маршрут, будут последние такие, как говорится, обкаточные испытания, как программисты, как раз в поле, то есть мы все-таки зимой испытаем. Это вот одна из причин, почему они стали переносить дефицитную заплату на другие месяцы. Давайте сразу после рекламы вернемся сразу к этой животропещущей теме. Прямо сейчас реклама. И мы продолжаем программу «Не пропусти главность», в которой мы бы хотели рассмотреть нюансы новой системы, дифференцированной системы оплаты проезда в общественном транспорте и реализант проекта. Многие говорят, что это ваша задумка и так далее, но, в принципе, по тем релизам, которые вы опубликовали, это не так. Алмаз-Регенбанк, да, был ажиотаж, связанный с очередями, да, были какие-то сбои и так далее, но полностью ли вы, всегда ли в этих случаях вы виноваты? Давайте ваше слово в защиту. Ну, надо сказать, что Алмаз-Регенбанк занимается этим транспортным проектом из-за того, что мы внедряли в свое время социальные карты. Это было в 2005 году, было постановление правительства, в котором объявлялся конкурс на обслуживание социальной категории населения с использованием банковских карт. Участвовало 7 банков, мы выиграли, так как предложили лучшие условия, и с этого момента мы начали работу над этим социальным проектом. И по условиям конкурса было прописано, что социальная карта должна иметь транспортное приложение. В то время здесь, в Якутске, у нас вообще такого не было и не предполагалось, как будто бы. Но вот мы вместе с транспортниками над этим работали. Была создана межведомственная комиссия, куда входили представители Министерства транспорта, транспортники, банк. И мы делали выбор и решение. В то время не так много было вариантов решения. В Москве было, в Санкт-Петербурге там начиналось внедряться, в крупных городах каких-то тоже внедрялось. Мы разные варианты рассматривали и выбрали компанию «Эрлайн», у которого были решения в таких городах, как Тюмень, Магнитогорск, Владивосток. И выбрав это решение, мы над этим начали работать. В 2010 году у нас уже решение было проработано. И при главе города Якутска Заболеве Юрия Вадимовича мы запустили этот проект. То есть он подписал распоряжение. И в 2011 году мы вместе с транспортниками запустили первую версию проекта. Это запустили с июля до месяца. А ажиотажа много было на первом этапе тогда в Одессе? Конечно, это был совершенно новый проект. И там было и много непонимания, много технических проблем, сбоев. Это как все новое. Всегда какие-то накладки происходят. И точно так же были и публикации. Все это мы проходили. Все это проходили. Антон Семенович, хочется спросить. Все-таки вот сидит Маргарита Егоровна, коллега, которая работает в редколлегии СУФУ, которая стала фактически застрельщиком. Вот у ней социальная карта. Социальная карта. И вот покажите, пожалуйста, ультралайт, проездной билет. Это же не одно и то же. Нет, это не одно и то же. Это не одно и то же. То есть, если в 2011 году внедрялись массу вот такого вот плана карты, то сейчас вот этот проездной билет, это не совсем банковская карта в том понимании, которую мы представляем. Согласны? Да. Почему же и в том случае, и в этом случае возникают такие, я бы не сказал сбои, ажиотаж какой-то нездоровый. Нет, ну, когда внедряется все новое, всегда возникает много вопросов. Много вопросов, как у пользователей, много вопросов, как и у тех, кто внедряет эту систему. Поэтому, ну, это, я думаю, нормальная ситуация, когда новое приживается с какими-то, ну, можно сказать, маленькими проблемами. Хорошо. Хорошо. Маргарита Егоровна, вот давайте вот про вашу проблему, которая случилась. Добрый вечер. Ну, моя проблема, скажем, тоже связана с транспортной картой, которую я купила заблаговременно в Алмазельбанке. Это ваша социальная карта? Именная социальная карта? Да, ну, вот социальную карту. Ну, это социальная карта. У меня история началась давно, скажем, с октября месяца. Мне сказали, что нужно социальную карту. А чтобы эту социальную карту купить или приобрести, нужно было специально там процедуру пройти, сфотографировать и так далее. Потому что вот эта карта делается в Москве, так, да? Поэтому я всю эту процедуру, отстояв огромную очередь, да, трехчасовую, значит, как заявку сделали, значит. И к этому времени я купила за ноябрь месяц временную транспортную карту, по которой я в ноябре ездила. Потом, поскольку в октябре я подала заявку на социальную карту, мне сказали, что через месяц прийти. И вот я в ноябре пришла за этой транспортной картой. Она, как-то, из Москвы с моей фотографией пришла. И я заблаговременно внесла плату за декабрь месяц в кассе Алмазельбанка, тоже так же в большую очередь. Ну, конечно, когда декабрь наступил, да, я предъявила водителю вот эту самую карту. И она, как-то, не активирована. Поэтому это 1 декабря. Потом я сходила 3 декабря опять в Алмазельбанк кассиру. И она сказала, что, ну, она должна работать, да. 4 декабря было выходной, в воскресенье. Я никуда не ездила. И инцидент с шофером, который вот это прозвучал громко, да, произошел 5 декабря, когда я возвращалась с работы, да. И хотела расплатиться опять социальной картой. Она не заработала. И шофер говорит, платите 25 рублей. Я говорю, не буду платить, поскольку я уже внесла плату. А он говорит, это самое, платите и все. А я еще раз предъявила. Он мне отобрал карту, дверь закрыл. И говорит, полицейская. А я говорю, по какому праву вы у меня отбираете карту и отдать. Вот, ну, все, это, конечно, инцидент произошел из-за того, что своевременно, не знаю по какой причине, у Алмазельбанка эта плата моя не прошла и не активировала до 5 декабря. Хорошо. Как коллегу, как здравомыслящего человека, я спрашиваю, это проездной билет ультралайт, который, или это все-таки старого образца карты? Ну, это проездной должен быть. Нет, нет. Покажите, пожалуйста, ультралайт. Ну, по этой она... А, ну вот. Да. Это что, как... Это не одно и то же. Это разное. Это не одно и то же. Это разное. То есть нельзя говорить, что инцидент произошел из-за внедрения вот этих карт. Согласна? Вот с этой инцидент у меня произошел. Я вот и говорю, да. Но тут, видимо, проблема не в другом, да, а это от частного, да, перейдемте к общему. Если будет происходить сбой в Алмазельбанке как технической стороны, да, то есть деньги вот к уважаемым транспортникам, от покупателя услуги, то есть пассажира, не доходят по вине техническому сбою, да, Алмазельбанка, тогда в этом случае что? Ну, тут на самом-то деле не сбой произошел, да. Ну, мы очень сожалеем, что с Маргаритой Егоровной случилась такая история, да, ну, не хотелось бы, чтобы ни с одним нашим клиентом такой истории не происходило. Мы как бы работаем для клиентов наших, и действительно очень такая неприятная история случилась. Но мы провели расследование, как это все произошло, потому что мы заинтересованы в том, чтобы такого больше не происходило ни с одним клиентом. Ну, получилось так, что Маргарита Егоровна подошла к операционисту, операционист социальную карту, заказанную, выдал. И так как Маргарита Егоровна хотела активировать транспортное приложение, она сказала ей, что для того, чтобы активировать, надо внести деньги. И направила в кассу. И у Маргариты Егоровны, видимо, в этот день не было денег, и она пришла на следующий день в кассу. И так как в кассе она оплатила, она, ну, к тому операционисту не вернулась, не сказала, что вот оплата произошла, и необходимо активировать. И потом она вернулась 3-го числа, и только тогда узнали, что карта не активирована, карту активировали, это была суббота. И в понедельник уже произошла выгрузка. Там, когда активируется карта, для того, чтобы в автобусном терминале карта принялась, а это оплата оффлайновая, то есть без онлайн-связи с процессингом банка. Поэтому каждый терминал каждого автобуса должен прогрузить все данные о всех картах, которые находятся на руках. И случилось так, что в понедельник эта информация именно в этом автобусе не была прогружена. И поэтому случилось вот это очень, да. Все-таки при техническом сбою в дальнейшем, да, опять же, перейдем от частного к общему. Вот как быть, кто виноват, почему пассажиры что делать, что делать автобусникам, водителям? Наверное, надо представителям центральных спечных служб адресовать. Вообще много таких нареканий было? Ну, у нас такие нарекания как бы были, то есть поступали такие жалобы определенного утрода. Но сейчас на данный момент как бы ситуация как бы исправилась, и все как бы нормально, все своим чередом. Просто в этой ситуации в данной, да, я думаю, что кто-то должен был все-таки уступить и как-то сгладить вот данную ситуацию, которая возникла. Я не знаю, тут получается, что никто не хотел уступать, и сама ситуация достигла апогея, получается так. То есть это, Маргарита, вы сами считаете, что это была частность, или это была общая тенденция, присущая темне? Я считаю, да, ну вообще как пассажир, да, клиент, что так не должно быть. Если я заплатила за благовремя или так далее, не как за декабрь и так далее, она должна работать. Это раз. А во-вторых, конечно, это культура водителей. Если вот не только вот начинается вот эта процедура и так далее, мы должны взаимно понимать, да, что вот такими вот неуважительными отношениями к клиенту, тем более к пожилым. И вопрос касается же не только меня, такие же много, и не все могут отстаивать свои права. Это же там дети, пожилые, бабушки. Поэтому вот наши, к сожалению, водители очень даже невнимательные, грубые бывают с пассажиром. И вот этот, конечно, инцидент произошел из-за этого. Взаимно вежливо. Хотелось бы все-таки напомнить. Еще раз просто, Маргарита Угольевна, вот честно говоря, в данном случае вот транзакция происходит между картой и терминалом каждый раз, да? В случае, если покупаем ультралайк, проездной билет, деньги сразу поступают на счет транспортников, так? Проездной билет так. И остаток вот этот, который несгораемый и так далее, это основная. Почему такие срочные? Давайте мы вот эти аспекты сразу после рекламной паузы опять не успели. Давайте будем покороче ответы и так далее, и так далее. И переходим к третьей части нашего сегодняшнего разговора. Давайте назовем с моим коллегой вопрос-ответ, да? Почему карты такие, главное, срок действия, вот эти 60 дней, и вообще, почему они срочные? Куда девается вот этот остаток, который, если я проездил 49 поездок? Или у вас спрашивают? Я могу ответить на этот вопрос. Во-первых, еще ничего не осталось, если так и судить. Во-вторых, изначально это проездной билет, поездочные карты, 60-40-20 поездок. Планировалось его сделать 40 дней. Почему 40? Потому что чтобы 10 дней, это как были бонусные дни, что мало ли кто-то приболел или еще что-то. Ну, оценив всю ситуацию, было очень масса обращений. Приняли решение, что 60 дней сделать, 2 месяца. То есть, по сути, такого не должно быть. То есть, у нас проездной билет вместо одного месяца делают 10, а сейчас 2 месяца. А почему нельзя делать бессрочные, Сергей Николаевич? Здесь, я еще раз говорю, здесь существует сейчас 3 блока поездок, поэтому это проездной билет, он не может быть бессрочным. Хорошо, я бы вообще даже провел параллель. Мы же покупаем симку, в которой пакет смарт, допустим, да? То есть, 200 минут, там, 4 гигабайта трафика, там, 200 смс-ок, допустим. Если я в течение месяца использовал 180 минут, 3 гигабайта трафика и так далее, я же согласен платить те же 400 рублей в следующем месяце, чтобы, допустим, активировать снова вот эту услугу. Согласен, нет? Да, да. Логика есть, логика в этом есть. То есть, это предоплаченные поездки. Да, предоплаченные поездки. И деньги сразу поступают вам, то есть транспортные. Не совсем сразу, но они определенные дни поступают к нам, да, полностью транспортные предприятия получают эти денежные средства. Банк имеет отношение вот к тем остаткам, которые накапливаются после истечения срока? По данной карте нет, не имеет. Не имеет вообще никакого отношения. Почему карты такие тонкие? Они ломаются. Ну, во-первых, карточка еще ни разу не сломалась, насколько мне известно. Я имею в виду из-за того, что она гибкая. То есть, я могу неоднократно ее мять, и после этого она будет работать. То есть, на самом деле, там гибкая структура находится. После вот всех этих сгибаний она продолжает работать. С другой стороны, если бы мы сделали ее на пластике, то цена пластиковой карты, она бы влияла на стоимость поездки. То есть, сделав ее из картона, да, то есть она дешевле, и, соответственно, позволяет нам выдерживать те тарифы, которые предложили перевозчики. Ага, хорошо. Я еще, да. Я хотел окруженной администрации задать вопрос. Такой немножко, может, неожиданного толка. А почему это все у нас происходит всегда зимой? Когда фактически поездка или не поездка на автобусе, это вопрос жизни и смерти, да? Субев такой, да, въездка выждет в автобус. Или там просто не поехать и не дойдешь, да? То есть, альтернативы нету. Ну, давайте, я поняла ваш вопрос, потому что вообще внедрение этой системы должно было у нас осуществиться 1 августа 2016 года. Но по причине того, что, в принципе, действительно, оборудование, которое необходимо в части изготовления этих карт, оборудование, действительно, заняло определенное время. Поэтому было принято решение о том, что с 1 декабря внедрить. Понятно, что, то есть, переносы, мы с вами встречались, да, говорили о том, что переименование, либо переносы остановок, конечно, сейчас зимний период не будет. Но еще раз повторяю, система, которая должна была внедриться с 1 декабря по техническим причинам, то есть, мы понимаем, что эта система требует достаточно четкой отработки, чтобы не было вот таких моментов. И хотелось бы еще отметить о том, что когда мы вот с 1 декабря внедрили эту систему, у нас работал штаб. Вот действительно, мы собирались по два раза в день, абсолютно обсуждали, потому что вот эти, почему, и сбоев-то практически не было. Да, были сбои в том, что большая очередь, там, приобретение этих карт. Но я вам хочу сказать, что принимались малоненосные и правильные решения однозначены сразу же. И в части того, что вы говорите, вот сейчас второй момент, который будет внедряться, он тоже будет первый этап, это все равно февраль месяц будет. Но я думаю, что ажиотажа уже будет меньше, потому что сейчас люди четко определят, какие поездки взять, 60, 40, 20, либо это будет транспортная карта. Потому что транспортная карта, я ее купила, я понимаю, что 20 рублей заплатила, но я пользуюсь этой картой в течение всего года, то есть, в принципе. То есть, мы сейчас пассажирам дали выбор, выбирайте наличный расчет, транспортная карта, либо это вот произведение. Это прозвучит жестоко, Николай, но они в пиковый такой момент максимальных, скажем так, поездок, количество поездок, летом же у многих автомобилей, да и пешком многих. Ну, там же можно было отработать просто. Ну, по техническим я же объяснила, что, в принципе, здесь действительно технические учреждения. Не, ну, зато в бою так сразу, сходу, да. Еще один такой вопрос можно задать окружной администрации? Все-таки экономическое обоснование. Вот товарищи транспортники, да, приносят документ, сдают, как бы, городской администрации, я так понимаю. После этого происходят какие-то внутренние рабочие процессы и происходит, по идее, общественное слушание, да? Где можно увидеть экономическое обоснование повышения тарифов? Ну, я вам сразу скажу, что в любом случае все тарифы, которые у нас утверждаются, они в любом случае делаются на основании расчетов. А был подготовлен проект документа, который со всеми расчетами, в принципе, оценку регулирующего воздействия, это документ прошел, я вам хочу сказать. То есть все документы, которые принимаются касаемо тарифов, они тоже проходили оценку регулирующего воздействия, поэтому, в принципе, как бы все процедуры соблюдены были. Но еще раз говорю, все расчеты, то есть тариф установлен согласно расчетам. Просто, может, в дальнейшем, да, почему, потому что такой резонансный вопрос, хотелось бы просто видеть этот документ, да, потому что возникают все вот эти вот вопросы по поводу транспорта, вам опять же можно задать, да, там, по переходу на газ большинства наших автобусов, да, и цена на газ и бензин, она, конечно, несопоставима, и говорят, что все-таки, может, и не обоснованно на самом деле. Но это возникает, такие вопросы. Хочу добавить, что сегодня себестоимость поездки по городу Якутску 32 рубля 30 копеек. То есть это расчетная себестоимость, то, пожалуйста. Где расчет это? Просто их вопросов не видно. Если бы это был открытый документ, так все видели бы итог. Нет, оно все, нет, я еще раз говорю, процедуры просто нужно смотреть, еще раз говорю, когда вешается проект, в любом случае он не приходит и не принимается без оценки, то есть в этом плане и мы перевозчиками, и жителям, которые к нам обращались, говорили, что смотрите, потому что нам это важно иметь заключение на этот проект. Андрей, все-таки вам, наверное, вам, в первую очередь, выгодно озвучить реальную стоимость поездки. Еще раз, давайте повторим, сколько стоит одна поездка реальных деньгах? С учетом всего, там, аренды, ангара, газа и прочего. Не совсем понятен вопрос. Сколько стоит себестоимость одной поездки? Вот то, что Сергей Николаевич назвал цифру, вы можете назвать как представитель частного сообщества? Нет, ну согласно тарифам, да, как бы на сегодня цифру мы вышли на 32 рубля. 32 рубля? 32 рубля. Ну смотрите, тут такой парадокс возникает, да, что до внедрения транспортной карты, вот этой нашей, да, грузопартов, проездного билета, отследить количество поездок было фактически невозможно. Почему? Потому что все платили просто наличностью, да. И откуда цифры-то? На самом деле это очень все просто. Как идет какое-то повышение проезда транспорта и общего пользования, в частности в автобусах, возникают какие-то вопросы, например, газ дорожал, не дорожал, газ подорожал три раза в этом году, в 2016 году. Если мы привязываем... В 20-ти до 20-ти он получился. Да, то есть это было в три этапа. Нет, это было в три этапа, не в один раз. Вопросы почему-то никто не задает, ни смеи, нигде. То есть, то, чтобы определить количество пассажиров, проводится постоянно, регулярное обследование пассажиропотока идет. На самом деле тариф устанавливается очень просто. То есть берутся все затраты транспортного предприятия, делятся на количество пассажиров и получают стоимость одной поездки. Это арифметика очень простая. Так откуда количество пассажиров-то перейдет? Ну как откуда? То есть пассажиры-то считаются постоянно. То есть даются статистические органы везде информации. И вся эта работа ведется постоянно, регулярно. Даже если водитель слукавил где-то, да? Ну он может слукавить на какой-то определенный процент, который по сути не может повлиять. Это выразится в 5 копеек, в 10 копеек в тарифе. То есть если он кого-то провезет, не доздаст выручку, какие-то эти вещи. Но никаким образом не в рубли это выкладывается. Николай, тут надо все-таки уточняющее. Поскольку все-таки есть у меня личный интерес в том отношении, почему банку оседает. Еще раз мы выяснили, что предоплаченные поездки идут в актив, скажем так, автобусных компаний. Хотелось бы задать буквально завершающий вопрос. Большой город это все-таки пазики, как вы думаете все? Они соответствуют ли габаритам тех людей, если одеть пуховик? Под пуховичок, там, флисовку, ветровочку и так далее. Давайте я начну, наверное, потом Сергей Николаевич меня продолжит. Просто в принципе та, что система тоже, мы сейчас говорим, внедряется. Конечно, основное сейчас направление это приобретение нового автотранспорта. Который будет соответствовать обновлению. То есть те, которые сейчас у нас есть, мы прекрасно понимаем о том, что несмотря на то, что у нас есть определенные требования о том, что они должны быть не ранее, там, в 2000, грубо говоря, 11-го года. Но мы понимаем, что это уже должен быть средний либо большой класс. Причем средний даже класс, который на сегодняшний день уже, в принципе, вот именно вопросы по закупке таких автобусов уже резко стоит. обновлению этого автопарка в части городских маршрутов. Поэтому, конечно, эта система внедряется для того, чтобы, в принципе, конечно, пойти по тому пути, что необходимо, приобретать уже автобусы другого класса. Какие автобусы будут все-таки? На самом деле мы проводили эту большую работу, вышли на средний класс. Это вот тут, в чем, что заказ разместили в Китае, как ни странно, потому что у нас просто в России нет таких автобусов на метановом топливе. Это с вместимостью 60-70 человек, при котором можно будет не завысить сильно затраты на топливо, его составляющие, и улучшить обслуживание пассажиров. То есть сегодня автобус по 40 человек, то здесь практически в два раза вместимость. И самое главное, сохранить те интервалы движения, которые у нас сегодня есть, чтобы на наших морозах люди не стояли по полчаса, не ждали большой элиастом или еще что-то. И хотелось бы еще добавить, очень быстро, что если бы транспортники скрывали бы какие-то доходы, мы бы никогда не пошли бы на прозрачность своих доходов и внедряли никакую электронную оплату проезда. Все-таки за электронными бесконтактными системами, безналичными системами оплаты за проезд будущее. Это понимают все, в том числе и сами транспортники, и руководство города. Не следует валить, скажем так, всех собак на одно плечо. В данном случае Алмаз Эргенбанк, который выступил реализантом. Я уверен, что сегодняшняя передача внесла много ясности.